Хотелось бы поблагодарить организаторов конференции за возможность поучаствовать в данном форуме и представить свои результаты по применению нейтронной терапии в лечении рецидивных опухолей головы и шеи. Основным методом лечения злокачественных наобразований головы и шеи является комбинированный, который предполагает использование стандартного курса фотонной терапии. Однако вследствие радиорезистентности большинства опухолей головы и шеи к стандартной лучевой терапии частота рецидивов может достигать 50%. Одним из путей решения данной проблемы мы видим в применении плотно-ионизирующего излучения, к которому относится нейтронная терапия. Быстрые нейтроны обладают рядом радиобиологических преимуществ, которые заключаются в том, что уменьшается зависимость повреждения опухоли от фазы клеточного цикла, степени насыщения кислородом, а также снижается частота репарации сублетальных повреждений. Эффективность нейтронной терапии в лечении неоперабельных рецидивных опухолей слюных желез доказана многочисленными исследованиями. В настоящее время в мире функционируют 4 центра нейтронной терапии, один из них находится в Томске. История нейтронной терапии в Томске началась в 1983 году, когда на базе НИИ ядерной физики, совместными усилиями ученых Томского политехнического института и НИИ онкологии Томского научного центра на базе циклотрона У-120 был открыт терапевтический пучок быстрых нейтронов. В последующие годы были проведены дозиметрические радиобиологические исследования и разработаны программы лечения пациентов с различными локализациями опухолевых процессов. В последующие 20 лет был накоплен значительный клинический материал, также изучены осложнения нейтронной терапии. И в последние годы проходит активный анализ вот этих клинических наблюдений, оценка эффективности как в комбинированном, так и в комплексном лечении. С 1984 года и по настоящее время был накоплен значительный клинический материал по лечению пациентов с опухолями головы и шеи, различными локализациями этой слюны и щитовидной железы, полость носа, околоносовые пазухи, носоглотка, гортань, ротоглотка и так далее. Разработаны способы лучевого комбинированного лечения опухоли головы и шеи. Получено более 40 патентов по применению быстрых нейтронов. Издано 3 монографии. Целью нашего исследования явилось оценить эффективность терапии быстрыми нейтронами в лечении рецидивных опухолей головы и шеи. Нейтронная терапия проводилась на циклотроне У-120. Расстояние источник поверхность 110 сантиметров. Всего проводилось 2 фракции в неделю. На данной фотографии можно видеть процедурную комнату с установленным креслом, куда выведен непосредственно пучок быстрых нейтронов. Применялось два основных режима фракционирования. Первый режим фракционирования был принят за стандарт и применялся на начальном этапе более мелкими фракциями 1,2-1,4 Грея. Длительность лечения составляла 4-6 недель. И для того, чтобы сократить сроки лечения, уменьшить количество фракций до 3-5, был разработан второй режим фракционирования более крупными фракциями 1,8-2,4 Грея. Это было сделано для того, чтобы сократить сроки лечения и уменьшить количество лучевых реакций. В наше исследование было включено 12 пациентов с рецидивами медулярного, папиллярного и фолликулярного рака щитовидной железы. После хирургического лечения, стандартной лучевой терапии, а также комбинированного лечения. На первом этапе всем пациентам проводилось оперативное вмешательство. Как правило, объем фиксировался хирургами как условно-радикальный. На втором этапе после заживления раны, как правило, на 10-14 день, пациентам проводилась нейтронная терапия. Положение пациентки на фотографии при облучении лужи щитовидной железы. Обязательно перед проведением нейтронной терапии проводилось планирование с учетом нагрузки на критические органы и ткани. Нами был проведен анализ лучевой нагрузки на органы, которые попадали в поле облучения при нейтронной терапии одним полем, а также двумя полями. Было выявлено, что критические органы, такие как спиной мозг, гортань, трахея, пищевод, испытывают достаточно большую лучевую нагрузку. Поэтому для того, чтобы решить эту проблему, мы перешли к другому режиму облучения. Это сочетание нейтронной терапии со стандартной гамма-терапией. Таким образом, мы сохранили преимущество плотно-ионизирующего излучения и уменьшили риск возникновения осложнений со стороны нормальных органов. Таким образом, после этапа нейтронной терапии до суммарной курсовой дозы у нас до полной суммарной курсовой дозы дополнялась стандартной фотонной терапией. Курсовая суммарная доза составила в среднем 52,5 изогреэ с вкладом быстрых нейтронов 35%. Пятилетняя общая выживаемость в группе данных пациентов составила 89%, безрецидивно 76%. Как и любой метод лечения, нейтронно-фотонная терапия имеет свои осложнения. Острые лучевые реакции кожи были зафиксированы у 52% пациентов. Как правило, ограничивались первой степенью, это гиперемия. Купировались довольно легко стандартными методами и не требовали длительных перерывов в лечении. Но у данной группы пациентов также были зафиксированы и поздние лучевые изменения у 32% пациентов. У 20% это ограничилось незначительным склерозом, атрофией кожи. Но у 12% пациентов было зафиксировано позднее осложнение, второй и третьей степени. И, как правило, это были пациенты, которые уже перенесли курс лучевой терапии. Также в исследовании было включено 25 пациентов с рецидивным раком околоушной слюной железы после комбинированного лечения хирургического либо лучевой терапии. Больше 50% пациентов были представлены аденокистосным вариантом рака. На первом этапе у 17 пациентов удалось провести оперативное вмешательство. Вторым этапом проводился послеоперационный курс нейтронно-фотонной терапии. Общая выживаемость в данной группе составила 67%, безрецидивно 64%. Когда у 8 пациентов невозможно было провести хирургическое вмешательство, и поэтому данным пациентам проводилась нейтронно-фотонная терапия по радикальной программе. Мы отметили в 62% случаев непосредственную эффективность в виде полной регрессии опухоли. Общая выживаемость в данной группе составила 52%, выживаемость без прогрессирования 49%. Острые лучевые реакции были зафиксированы у всех пациентов в той или иной степени после радикального курса лучевой терапии и около 50% пациентов после операционного курса лучевой терапии. Также в 75% случаев были зафиксированы поздние изменения нормальных тканей у пациентов после радикального курса лучевой терапии и у 30% больных, которые получили послеоперационный курс лучевой терапии. Клинический пример. Пациент после комбинированного лечения – рецидив аденокарцинома. Больному в условиях неонкологии был проведен радикальный курс нейтронофотонной терапии. Зафиксирована полная регрессия рецидивных очагов. Еще один клинический пример, который представляет большой интерес для нас – пациентка 44-х лет, которой в 2004 году было выполнено удаление доброкачественной опухоли слюной железы, околоушной слюной железы. В 2011 году зафиксирован рецидив опухоли и после оперативного вмешательства субтотальной резекции получено гистологическое заключение аденокистозной карцинома. В феврале 2014 года выявлен рецидив. Пациентке вновь выполнено оперативное вмешательство в объеме видеоассистированного трансорального удаления парофарингеального образования. Однако через 7 месяцев по данным МРТ зафиксирована картина остаточной опухоли с обширным распространением. Вот он. В связи с локализацией и распространенностью процесса повторное хирургическое лечение показано не было. Пациентка направлена была на консультацию к радиотерапевту. Принято решение провести радикальный курс нейтронно-фотонной терапии. Пациентке проведена нейтронная терапия двумя тенгенциальными полями, дополнена стандартная дистанционная гаммотерапия. Курсовая доза составила 60 изогрей. Оценка эффективности нейтронно-фотонной терапии проведена через 2 месяца после окончания лечения. К сожалению, мы увидели вот такую картину. По сравнению с первоначальными снимками, картина без динамики. Далее пациентке выполнено контрольное исследование в 2016 году. Опухоль не изменила свои размеры. По данным МРТ, без динамики. Последний контрольный осмотр пациентки в 2018 году. Она представила снимки, сделанные в другом учреждении. Не удалось их отсканировать. Но заключение по сравнению с данными от 2016 года, картина без отчетливой динамики. Таким образом, мы имеем эффект длительной стабилизации опухоли в течение 4 лет. Возможно, речь идет о так называемом эффекте замирания опухоли. Пациентка наблюдается, работает, состояние ее стабильно, беспокоят периодические боли. Таким образом, опыт применения нейтронной терапии у больных рецидивными опухолями слюных и щитовидных желез показал удовлетворительную переносимость. На осложнение не требовали длительных перерывов лечения. Легко купировали стандартными методами. Была доказана высокая эффективность нейтронной терапии в лечении рецидивных форм медулярного, фолликулярного, папиллярного рака и щитовидной железы, а также злокачественных наобразований слюнных желез различного гистотипа. Спасибо за внимание. Спасибо, Ольга Вячеславовна. Пожалуйста, вопросы, коллеги. Пока может готовиться вопрос, и у меня один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот учитывая вот такие интересные результаты, которые были получены, особенно когда происходит полная регрессия вот таких рецидивных опухолей, может быть, не в этой группе рецидивных, а первичных, может быть, больных у вас есть опыт сравнения все-таки результатов непосредственных и отдаленных стандартной дистанционной лечевой терапии, вот такой комбинированной нейтронно-фотонной. Оно проводилось у вас? Да, конечно. Проводилось сравнение. У нас была основная группа, достаточно большая, 142 человека с опухолями слюных желез, и группа контроля. Была получена достоверная разница в показателях выживаемости, гораздо выше в группе с нейтронной терапией. Понятно. Да, пожалуйста. Последняя женщина, которую представляли, а насколько она живет, до сих пор живет или как? Да, 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 она наблюдается вот с таким эффектом. На что жалуется? Только головные боли периодически, все. Да, Сергей Олегович, пожалуйста. Спасибо. Прекрасный доклад, замечательные публикации все. Вот такой вопрос, тяжелейшая группа больных, да? Ваше личное впечатление, ваше личное отношение к данному подходу лечения, да? На что нужно бы обратить внимание, и какие вот уже сейчас складываются ваши впечатления на будущее, на что нужно вот обращать внимание более прицельно? Касательно группы с опухолями слюных желез, однозначно нейтронная терапия показана. Относительно пациентов с опухолями щитовидной железы сейчас имеется достаточно много альтернативных методов лечения, поскольку материал в большей степени ретроспективный, и тогда, может быть, кому-то из пациентов недоступна была ради йод-терапии или те же самые таргетные препараты, то сейчас, в принципе, эти методы лечения более доступны пациентам. И нейтронная терапия вот у данной группы пациентов все-таки может рассматриваться при отсутствии альтернативных методов лечения. Спасибо. Извиняюсь, если я правильно понял, скажем, протонная терапия или бор-нейтронозахватная терапия более приоритетна все-таки для пациентов с рецидивами опухоли головы шеи. Протон, пропротонную терапию, а нейтронной терапии. Нет, я понимаю. Я просто, ну, достаточно часто сталкиваемся с рецидивами, люди, которые уже дозу достаточно крупную получили. Да, и вот проблема основная, с которой мы видим, единственная альтернатива, которую нам предлагают, это вот протонную терапию в Китае, в Корее, может быть, в Петербурге. Протонная терапия тоже может быть вариантом лечения. А сравнения у вас никакого нет, потому что вы из немногих у которых есть аппараты? Есть сравнение по литературным данным, показатели выживаемости сильно не отличаются, но в группе протонной терапии, конечно, меньшее количество осложнений. А предел по дозе? 65 изогрей. И все? Все. А вот по дозе я хотела спросить вопрос. Ну, это же поверхностные опухоли, поэтому здесь у нас проблем не бывает. Да, мы планируем с помощью КТ. Спасибо большое за доклад. У меня один вопрос, который, в принципе, может еще подразумевать еще несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, какой у вас протокол оконтривания? Сколько вы даете отступ на СИТВ, ПИТВ? При оконтривании, при планировании? Дело в том, что нейтронную терапию у нас рассчитывает наш медицинский физик, доктор наук. Вы, как врач, все равно даете какое-то предписание? По специальной программе. Там, к сожалению, на GTV, PTV нет таких понятий. Понятно. И, соответственно, как проходит контроль укладки, насколько он точный? Контроль укладки проводится с помощью лазерных центраторов, которые установлены в комнате процедурной на циклотроне. И сколько максимальный перерыв у вас в курсе лечения составлял? Ну, максимум неделю. И при этом у пациентов в дальнейшем не было, если его в дальнейшем, да? Данные по выживаемости без прогрессирования вот были. Нет, конкретно у этих пациентов, которые испытывали какой-то перерыв и лучевые реакции выражены. У пациентов, которые с перерывами шли? Нет, такой связи не было у нас. Спасибо. 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 Спасибо.